Новое видео выходит каждый день в 20.00. В принципе, можете посмотреть или можете не смотреть, можете сразу перейти к этому ролику. В общем, не важно. Просто для полной понимания сути всей картины, нужно посмотреть все ролики. Так обычно говорят все GTA-самп-ютуберы, на самом деле, и без этого можно все понять. Но просто, знаете, для галочки, я думаю, можно сказать, если вам лень, то можете не смотреть, если не лень, то... В общем, я думаю, что это не важно. Так вот, после ролика, там, вот, по типу никому не нужны на Милке, ко мне вот добавился человек, или он давно уже был в моих друзьях, это, думаю, не имеет особо никакого значения. Вот, и он сказал, типа, слушай, что ты про Милке-то так мало сказал? Я думал, он там, ты расскажешь про то, как он там наебывал налоги и так далее. И я такой, блядь, что? На какие логи вообще? Что? Откуда? Почему? Зачем и как? Так, и вот, знаете, как оказалось, Милке ранее до 20 тысяч подписчиков на своем канале занимался тем, что сливал логи или, там, проверял логи, там, заходил на аккаунты и так далее. И у него даже был, вот, свой сайт по стилерам. То есть, Милке на своем канале распространял стилер, там, еще где-то распространял и так далее. На канале, может, в меньшей степени, может, в большей степени. Это доподлинно уже неизвестно, просто дело в том, что это было. И вот, знаете, вот самые такие Алды Милки, они уже, вот, смогут вспомнить, что такое, в принципе, было. Вот, когда там у него было, там, 10, там, я не знаю, 20 тысяч подписчиков. Вот, то есть, такое, вот оно в целом. И, в общем, все было. Поэтому, в принципе, этих роликов уже, наверное, не найти. Я думаю, их никто не перезаливал. Никто даже не думал о том, что он может их, там, удалить впоследствии или наподобие того. И, в общем-то, у него был даже, вот, свой сайт, на котором он продавал стилер. И вы не ослышались. Ни логи, там, ни аккаунты, ни что-то еще. Вот именно стилер. И сайт назывался, по-моему, как-то, дестил или наподобие того. Я думаю, это не имеет особого значения. В общем, дело в том, что сайт на данный момент не работает. Домен вообще выставлен на продажу и так далее и тому подобное. Это не имеет особого значения. И, понимаете, дело в том, что, исходя из всего этого, ну, да, типа, ну, Милки вот было такое вот в его темном прошлом. То, что, там, продавал стилер, там, еще что-то делал, еще что-то делал. Но зачем ты нам сейчас это все рассказываешь? Ведь, типа, ролик называется, там, типа, что-то плохое про Милки. А тут, вроде как, ну, ничего особо такого плохого нету. Но нет, вы знаете, одной вот только продажей стилеров все дело не ограничилось. И он еще решил продавать логи. И ладно бы он их просто продавал, то есть, мне похуй, это капитализм, каждый выживает как может. Однако, если бы он не наебывал на эти самые логи. То есть, есть человек, у человека есть либо друг, либо приятель, с которыми они общались. И так все вышло, что Милки продал для начала, вот, друга того чувака, который мне написал логи. А потом продал тому чуваку логи. И, как оказалось, они все, блядь, были одинаковые. То есть, только там на первых двух аккаунтов, или вообще только на первом аккаунте пароль был не изменен. А всех остальных был изменен. И потом вот они все это сверили, и оказалось, что логи одни и те же. И когда человек решил написать Милки, мол, слушай, а че это за хуйня такая? Типа, ты че, блядь, одинаковые логи нам скинул? Он такой, типа, бля, хз, не, не должно быть такого. И так далее. И потом, блядь, еще кидал на эти логи, и так далее, и тому подобное. В общем, дело в том, что Милки, он прям занимался такой вот мошеннической деятельностью. И вот, там, я не знаю, продавал логи, блядь, продавал стилеры, сука, взламывал аккаунт. Даже, блядь, у подписчиков взламывал аккаунт и пиарил вот эти вот все свои стилеры, там, даже сайты, по-моему, со стилерами пиарил. Разумеется, вот этих вот роликов уже нет. Я не смогу вам пруфануть вот все вот эти вот, знаете ли, свои слова, потому что, ну, в принципе, блядь, роликов уже нету. Но и он никак не сможет оправдаться. Однако у нас, знаете ли, презумпция невиновности, хотя он, в принципе, живет на Украине или, блядь, там, как в Украине. Я не знаю, вот он опять такой ополчится, знаете, как вот на Донкозоро Лаунже ополчился, блядь, за вот эту вот украинскую сборку в Сампе. И такой, типа, блядь, да правильно, на В, на В Украине, блядь, или как-то. Просто я в самом деле, блядь, не знаю, и Милки, вы знаете, такой, блядь, кадр жесткий. Это я просто, блядь, не знаю. Вот даже, так, сейчас я зайду, я вот посмотрю даже, какой там промежуток между роликами, потому что вполне возможно, что меня наебали, что Милки там пиарил стилеры. Вполне возможно, еще что-то такое. Но я видел вот как раз таки, вот у него тут идут как раз зимние сборки, блядь. Сборка, сборка, сборка. Есть какие-то вообще пруфы, что там не было стилеров и так далее. Почему-то мне кажется, что он как раз таки вот через сборки свои вот эти вот стилеры-то и пиарил, потому что, ну а как по-другому? Потому что что-то очень подозрительно, что у него вот так дохуя вот этих вот всяких сборок было. Зимняя сборка модов GTA Samp 0.3.7. Русская зимняя сборка модов для GTA Samp. Сборка GTA Samp 0.3.7, блядь. Лучшая сборка, блядь. Слив лидерки ба... А, ну ладно. Это уже все понятно. Самая красивая сборка модов, блядь. Пиздец, чуваки. Это что за хуйня такая? Возможно, возможно, он просто, вы знаете, любил делать сборки. Но что-то мне кажется, блядь, что такое себе. И он, кстати, использовал сетквест, по-моему, на всем этом говне. Стилеры продвигал через сборки еще и, блядь, сетквестом. То есть вы на этого хуесоса, блядь, подписывались и, сука, проебывали аккаунты. Пиздец. Ну, блядь, милки, ну в самом деле, блядь, серьезно. Ну, че это за хуйня такая, блядь? Пиздец, че, блядь, как ты нахуй такое делаешь? Если бы я, блядь, не сделал вот тот ролик, никому не нужно. Никто бы об этом не узнал, что ты вот так вот, блядь, наебываешь. Пиздец, милки, блядь, ну как так можно? Ну что за пиздец, блядь? Что за пиздец? Я просто, блядь, не понимаю. И тут видно, что некоторые ролики в самом деле почищены. Потому что тут вот 4 года назад потом сразу... Хотя, вы знаете, вроде как идет нормально. Но вот, блядь. Ну вот прям вот я не знаю. Потому что реально, вот мне скинули, блядь, даже вот те логи, сука. И там реально можно посмотреть, что они, блядь, одни и те же были. И то есть, как раз таки вот эти файлы с логами, они идут, блядь, от самого этого ебаного, блядь, милки. И я прям не знаю, зачем, нахуя и как он все это делал. Но, блядь, новая серийка по КРМПшечке, в общем. И тут прям видно, что некоторые ролики... Ну, либо, блядь, он выпускает там, я не знаю, один ролик в месяц. Либо реально видно, что некоторые ролики тут почищены. Хотя они вроде как уже там... Вот я не знаю. Вот он занимался вот всей этой продажей логов. Вот всем этим говном, блядь. Вот, чтобы вы понимали, сейчас скажу, когда... По-моему, в 2017 году это было. Кстати, сайт назывался destill.ru. Его вот это вот. То есть, в феврале-марте 2017 года он все это продавал. И последнее сообщение вот со всей этой хуйней... Ну, прям вот где-то в феврале-марте 2017 года он все это делал. И вот как раз таки на этот период и приходится вот все эти ебаные сборки. То есть, если вот так вот посмотреть. Да, сейчас посмотрю два года назад. Так. Сейчас. Да, на 2017 год вся эта хуйня приходится. И прям вот что-то... Ну, это подозрительно прям. Разумеется. Да, сейчас вот это качать, что-то проверить и так далее. То есть, он мог это спокойно почистить. Он мог еще что-то сделать. Но если он, блядь, не почистил, и кто-то из вас вот это вот проверит, то это вообще пиздец. То есть, это не какое-то разоблачение. Это нихуя. Я просто вам рассказал вещи, которые вы могли спросить сами у людей, которые каким-то образом имели вообще хоть какое-то, блядь, отношение к Милке. Милке, блядь, в самом... Ну, что это за хуйня такая? Блядь, ну серьезно. Ну, блядь. Нахуя? Вот просто... Нахуя так? Ты и так понимаешь, Милке? Ты и так никому не нужный. А тут ты еще и, получается, блядь, кидала. Мало того, что ты там наебывал на аккаунты, продвигал стилеры и так далее, ты еще и наебывал на те логи, которые ты продаешь. Серьезно, блядь, Милке. Нет, ну... Ну, это уже какой-то вообще пиздец за шкору. Понимаете? То есть, я, блядь, не знаю, как так можно делать. Милке, блядь. Ну, это... Это пиздец. Я надеюсь, что ты меня осудишь, блядь, вот за это вот, за то, что я там сказал. Либо вы, либо на Украине. Потому что я не знаю, как, блядь, правильно говорить. Потому что, блядь, ты любишь осуждать за какую-то вот такую хуйню украинскую. По типу, блядь, там парни воюют нахуй на Донбассе. Вот это вот, блядь. А ты тут смеешься уебан, тебе не стыдно вообще. И так далее. Ну, блядь, это в самом деле выглядит очень смешно. Вот эта вот вся ситуация с Донкозором, которая была, она в самом деле выглядит очень смешно. Милке, вот прям без рофлов тебе говорю, это выглядит очень смешно. И, ну, я не знаю, типа... Типа, ну, стилеры, блядь, вот это вот... Я не знаю, как бы. А на что вообще можно рассчитывать, когда ты скачиваешь какую-то сборку GTA SamP-YouTuber? У меня даже ролик, блядь, был о том, что сборки GTA SamP-YouTuber это полное говно. Он набрал около 700 просмотров, если я не ошибаюсь. Да, 704 просмотра, 2 месяца назад это было. И, ну, я не знаю, блядь, чем вы думаете, как вы вообще что делаете. Ну, блядь, наёбывать налоги, сука. Ну, в самом деле, не налоги, а, типа, налоги. Блядь, ладно, всё. Я думаю, ну, логи, типа, от серверов, вот эти вот аккаунты, бля. В общем, я думаю, что на этом можно уже и закончить. Милки, милки, это в самом деле пиздец не прошла. Наверное, и неделя с тех пор, как я выпустил, никому не нужно. Это уже мне написали с этой хуйней. Я уверен, если покопаться чуть побольше, чуть поглубже, то можно ещё больше всякого говна с твоей стороны найти. Поэтому, в общем-то, я думаю, что ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не покупайте логи у Милки, если он их там до сих пор продаёт или пытается продавать. Всем спасибо, всем пока.